Сама по себе жизнь – это не зло и не благо. Жизнь – это вместилище и благо, и зла, в зависимости от того, во что вы лично её превратили. Тема нашей сегодняшней передачи – гуманизация отношений между членами общественных наблюдательных комиссий, как основа их эффективной работы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российской Федерации прошла международная конференция на тему «Роль и степень влияния священнослужителей, входящих в состав общественных наблюдательных комиссий, на гармонизацию взаимоотношений между субъектами и объектами общественного контроля». Мы с первого дня существования общественных наблюдательных комиссий говорили о том, что в их составе должны быть священнослужители. Без этого работать в общественной наблюдательной комиссии очень тяжело, трудно. Не говоря о внутреннем психологическом климате в коллективе, но и исходя из того, насколько велик будет и авторитет в регионе. На сегодняшний день в 15 комиссиях такие у нас люди уже работают. Сейчас идёт ротация в ряде комиссий. Постепенно она у нас такая переходящая. Ротация будет происходить и в других комиссиях. И мы очень хотим, чтобы священнослужители входили в состав наших наблюдательных комиссий. Потому как мы очень заботимся о авторитете этих комиссий. Мы очень заботимся о том, чтобы контроль был действенным. Мы очень хотим о том, чтобы контроль был созидающим, а не разрушающим. О чём мы постоянно с вами говорим. А священнослужители, как правило, все эти факторы обеспечивают. Представителями организаций, действующих под эгидой Общественной палаты Российской Федерации, неоднократно отмечалось, что опыт работы духовенства в общественных наблюдательных комиссиях заслуживает всеобщего одобрения. Присутствие священнослужителей исключает попытки использования в работе комиссий приёмов эпатажного, формально-бюрократического и коррупционного характера. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несёт справедливую кару за преступления. В настоящее время ОНК уже действует, если я не ошибаюсь, в 70 субъектах Российской Федерации. Главной задачей Общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации является осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Но я хотел бы ещё обратить здесь особое внимание на пункт, в котором говорится о содействии в реализации и защите прав и законных интересов осуждённых и лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а также лиц, права и интересы которых затрагиваются данными сферами, то есть это сотрудники пенитенциарных учреждений и члены их семей, которые находятся в этих местах не какое-то ограниченное время, как преступник, отбывающий наказание, а которые находятся там всю свою жизнь. И вынуждены нести все тяготы и лишения этих удалённых, порой так сказать, почти что от цивилизации мест. Православное тюремное служение включает в себя следующее направление. Первое – духовно-просветительская деятельность. Второе – пастырское душепопечение и богослужебная деятельность. Третье – социальная деятельность или диакония. Четвёртое направление – это деятельность Церкви в исправительных учреждениях в защиту достоинства, свободы и прав человека, которая ведётся по линии общественных советов при территориальных УФСИнах и по линии общественных наблюдательных комиссий. Пожалуй, это четвёртое направление самое сложное и трудное, потому что, с одной стороны, Церковь не является правозащитной организацией, а с другой стороны, мы не можем стоять в стороне от защиты прав наших граждан, тем более тех, которые ограничены в правах и находятся в местах принудительного содержания. Я полагаю, что сегодня состоялся уже фактически такой нужный и полезный разговор на эту тему. И данная инициатива, безусловно, должна быть поддержана и представителями мусульманской конфессии, в частности, Центральным духовным управлением мусульман России. Это нужное, важное начинание, безусловно, на мой взгляд, послужит делу консолидации нашего общества, развитию толерантности и именно гармонизации отношений в российских учреждениях, где отбывают наказание, в том числе и представители мусульманской конфессии. Значит, эта проблема, вернее, этот вопрос приобретает особое значение в связи с ростом фактическим, в общем-то, религиозного экстремизма. Значит, и я полагаю, что государства и представители пенсиональных учреждений России, в общем-то, заинтересованы в привлечении, в том числе и работников духовных управлений мусульман России. Вижу три направления о значимости участия священнослужителей. Первое направление – это влияние членов священнослужителей ОНК на самих членов ОНК, потому что мы теперь два года уже работаем, и я вижу, что результат есть, объясню, в каком плане. Второе направление – это взаимодействие с сотрудниками УФСИНа. И здесь вот можно такой яркий пример сказать, что один из, за эти годы, один из сотрудников УФСИНа как-то задал вопрос. Говорит, ну скажите, каково должно быть мое отношение к осужденному? Честно говоря, мне, конечно, греха таить, симпатии к ним не испытываю, работаю много лет здесь. И я его спросил, говорю, а вот если бы в вашем учреждении сидел ваш брат, ну если бы в женской канаве, ваша сестра, как бы вы относились? Он говорит, ну конечно, если бы брат или сестра, я бы так участвую, внимательно относился бы. А мы, говорю, во Христе, все братья и сестры, все дети Божьи, вот так и относитесь. Перестройте себя, измените себя. Поэтому вот это общение с работниками УФСИН, они приходят к нам в монастыри, на приходы, беседы духовные ведем. Даже уже некоторые участвовали в таинстве в церкви. Но это дело тайное, личное, поэтому я не распространяться об этом и не буду. Поэтому вот три направления. Первое, на членов ОНК действия, участие на членов УФСИН. И третье, самое главное, на самих осужденных. Как? Ну, естественно, я тут определенно ясно за эти два года неполных, что мы работаем, могу сказать, что самое главное, определяющее в участии священнослужителей в ОНК является одно. То, что если так, приходя до этого в свое учреждение, я мог общаться примерно, как вот говорил владыка Ренарх, 5-10 максимум процентов община составляет православная, то сейчас у меня возможность везде, захожу я в производственные помещения, где они работают, ознакомлюсь с условиями, а заодно и веду с ним разговор на нравственность, на духовные темы. Захожу я там в штрафной изолятор, где сложнее, конечно, они более такие агрессивные все, но все равно слушают. Захожу ли я там в медицинскую часть больные лежат, в жилые помещения с улучшенными условиями. Все, есть возможность со всеми поговорить. В принципе, было бы только время. Это, конечно, большое преимущество, что есть священнослужители. Практические результаты деятельности наблюдательных комиссий послужили аналогом для разработки новых федеральных законопроектов в части осуществления общественного контроля за действием органов исполнительной власти. Помимо того, что наши члены общественных наблюдательных комиссий занимаются контролем, они еще участвуют в законотворческой деятельности. И вот за эти четыре года принято еще два дополнительных закона, которые совершенствуют 76-й федеральный закон, который является для нас основой для нашей деятельности. Мы приняли 312-й и 411-й закон, который конкретизирует работу общественных наблюдательных комиссий. Надо сказать, что наша деятельность послужила примером к тому, что в общественной палате в ближайшее самое время будет примет такой же закон по контролю за детскими, сиротскими учреждениями. Он уже прошел в первом слушании. И у нас уже разработан на общественной палате закон, большой закон об общественном контроле. И тоже он, мы так полагаем, в течение этого года будет принят. То есть общественная палата совместно с Советом по гражданскому обществу при президенте является что ли разработчиками этого закона. Вместе с тем повседневное общение членов ряда общественных наблюдательных комиссий не обходится без конфликтов между субъектами и объектами общественного контроля на почве разного понимания прав и полномочий общественного наблюдателя. Какие у нас есть проблемы, вы знаете, проблемы, наверное, вот я слышал, Владыка Иринарх немножко озвучивал, как бы процентные отношения, 10% находятся людей в местах решения свободы, которые ходят в церковь. Конечно, это хорошо бы, если бы тогда было бы, вот так вот. Но мы как бы видим все-таки ситуацию очень тяжелую. И если священнослужители будут участвовать в разных конфессиях, я почему это подчеркиваю, у нас как бы страна такая не является там, потому что многонациональная и многоконфессиональная. Если они будут участвовать в работе по спасению этих людей, которые там находятся в тюрьмах и колониях, то это будет результат. Мне, знаете, понравился один священник, отец Петр, он тоже входит в Совет наблюдательной комиссии, он, как бы, давно занимается тюремным служением. И он как-то меня пригласил, говорит, Анатолий, нам есть что-то делить? Я говорю, да нет, батюшка. Он говорит, давай, говорит, спасать эти заблудшие души. И вы знаете, у нас очень сильные и хорошие отношения выстроены вот именно в Воронежской области. Вы знаете, наверное, это единственный регион, где существует межконфессиональный совет при областной думе. И на этом совете, на этом совете, как бы, всегда решаются многие вопросы по деятельности религиозных организаций и взаимодействия. Вот. В том числе и касаемо тюремного. 12 июля 2012 года членами Общественной Палаты Российской Федерации был утвержден Кодекс Этики. Текст Кодекса размещен на сайте Общественной Палаты Российской Федерации и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. Да, я считаю, что этот кодекс, он обязательно нужен. Это должен быть такой же подход, как у врачей. У них есть определенные обязательства не навредить человеку. Здесь то же самое. Мы должны все вместе, как члены комиссии, иметь определенное правильное отношение к человеку, как к личности. Без осуждения, подходить к его поступку и прийти туда для того, чтобы помочь ему. И в нашей индивидуальной комиссии потрясающие люди, потрясающий руководитель у нас. Поэтому я вижу, что сейчас эта сфера у нас на должном уровне. Но вообще, в принципе, это нужно. Моя цель – помочь людям обрести новые христианские ценности для своей жизни и принести именно понятие покаяния. Потому что я понимаю, что человек может изменить свою жизнь в том случае, если изменится его сердце. И я еще по образованию психолог, у меня юридическое образование. Поэтому я могу с этих сфер тоже вникнуть в жизнь тех людей, которые находятся в этих местах. О работе с администрацией тюрем в Италии рассказывает Фульвио Санвита. Конечно, бывают случаи, когда у волонтеров есть проблемы в тюрьме. Например, когда администрация не всегда поддерживает их или ограничивает время прихода, или возникают какие-либо другие проблемы. В таких случаях, конечно, карета старается вмешиваться, старается помочь решить конфликт. Бывают ситуации, когда конфликты сами они решить не могут. И в таком случае они обращаются в Министерство юстиции и объясняют, что в этой ситуации не требуется помощь Министерство юстиции для решения той или иной проблемы. Есть что-то еще? Как «Каритас Амбрусианна» мы поддерживаем работа для волонтеров, особенно в окружении, мы делаем обучение на промышленности, потому что волонтериат может найти ресурсы для помогать убеждения и семьи когда человек выйдет из окружения. Также мы стараемся обучать волонтеров, обучать как лучше помогать людям, которые находятся в заключении, как лучше помочь их семьям, которые находятся на свободе. И мы считаем, что у нас эта программа очень успешная, у нас много волонтеров в различных тюрьмах, и также у нас есть программа по реабилитации из заключенных, которые выходят, где тоже очень часто помогают волонтеры. О деятельности пенитенциарных заведений, об общественниках и заключенных в Швейцарии рассказывает Вальтер Шмидт. Эти дискуссии и взаимодействия имеют очень большую значимость для стран, как Россия. Вот такие обсуждения очень-очень важны и также для страны, как Россия. Обе «Меншенрехты» стоят именно «Меншенвырды», и это показывает, что «Меншенвырды» очень очень важно. Более важно, чем права человека, еще честь или ценность индивидуального человека. И, как опыт показал, это очень-очень важная тема. И это «Меншенвырды» в каждой стране является местом, чтобы дать криминальным людям, можно сказать, чтобы дать им второй шанс на жизнь. «Меншенвырды» и для того, чтобы дать им в тюрьму или в место заключения вот это понимание, что честь каждого осужденного может хорошо развиваться. «Меншенвырды» «Мы должны быть в тюрьму, чтобы дать им в тюрьму или в тюрьму Очень важный вклад вносят люди, которые не постоянно работают на местах задержания, но которые на добровольном уровне входят в тюрьму, скажем, и по-человечески относятся и обсуждаются с осужденными людьми. И поэтому я хочу подчеркнуть, что если говорить о правах человека, это требование, а если говорить о чести человека или Дибидума, это показать ему любовь. Поэтому стоит «Меншенвюрде» на верхней стороне, и поэтому требуется также для региональной конференции, которая позволит улучшить общение, чтобы учиться в тюрьму и последствия в регионы и в тюрьму, а также в тюрьму, в тюрьму и в тюрьму и в тюрьму, в тюрьму. И вот такие конференции вносят очень важный вклад к тому, что на высоком уровне люди приняли в сознание вот именно этот порядок. Об использовании инновационных технологий и образовательного пространства в обучении рассказывает эксперт-консультант Общественной палаты Российской Федерации Петр Михайлович Карпенко. С 1999 года мы добились определенных успехов в работе с пенсиарной системой Российской Федерации. На сегодняшний день порядка 32 вузов работают в системе колоний, но только нам удалось работать одновременно сразу в 130 колониях. И я думаю, что это количество мы будем расширять, потому что использование такой технологии позволяет сделать это. Только гуманизация, значит, вот этого процесса может привести к каким-то результатам. А что нам нужно? Чтобы из тюрьмы после окончания срока вышел нормальный человек, который мог бы устроиться в нормальной жизни и приносить пользу себе и обществу. И здесь образование играет огромную роль. На мой взгляд, и, значит, вот церковь сейчас везде открывает, во всех колониях, вот мы видим, везде есть обязательно, есть храм, есть молильная комната. Это все очень хорошо и замечательно, потому что о душе надо заботиться. Но нужно еще помочь людям получить образование. Многие попадают еще не закончив образование, не получив его просто по молодости. И вот эти годы, которые они проводят в заключении, они мы могли потратить именно на получение образования. Общественные наблюдательные комиссии должны оказывать воздействие как на заключенных, так и вести работу с сотрудниками пенитенциарных заведений. Довольно часто мы сталкиваемся все-таки, вот адвокаты в частности, со случаями произвола, со случаями насилия, незаконных действий в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы. Поэтому задача общественных наблюдательных комиссий не со стороны государства, а вот именно со стороны общества, которое, в принципе, общество, оно выковывает мораль. И оно, на мой взгляд, может вполне объективно оценивать действия тех или иных должностных лиц в местах лишения свободы по отношению к спецконтингенту, по отношению к осужденным, находящимся в том или ином следственном изоляторе или в иных местах лишения свободы. Здесь очень важно, чтобы отношение вот этих общественных наблюдательных комиссий не было проформа, то есть не было формальным исполнением своих обязанностей в соответствии с положением об этих комиссиях. У нас налажено полное взаимодействие и с федеральным службом исполнения наказания, и с управлением внутренних дел. У нас были определенные трудности с департаментом образования. Наша комиссия проверила условия содержания несовершеннолетних в школе закрытого типа и выявила серьезные грубейшие нарушения условий содержания и прав этих детей. Нам неоднократно готовились представления, но реакции со стороны управления образования не было. На одном из кондиционных совещаний данная обстановка мной была доложена губернатору Ярославской области, который на этом кондиционном совещании дал указание проверить работу. И после проверки комиссии эту школу за грубейшее нарушение прав содержащихся там детей, она была закрыта. В настоящее время основными вопросами у нас остаются эта работа с несовершеннолетними. Несовершеннолетние, находящиеся в следственном заре под особым наблюдением. Всегда мы не только проверяем и соблюдаем, контролируем их права, но и, как правило, через фонд «Милосердие и здоровье» привозим подарки. И вот так 1 июня, в День защиты детей, мы привезли, мы установили комплект спутникового телевидения, для того, чтобы они выборочно, целенаправленно осмотрели телепередачу. Помощь осужденным, отбывающим наказание в пенитенциарных учреждениях, крайне необходима. Давайте будем милосердны к тем, кто вернется домой из мест заключения. Милосердие, в конце концов, окупается тысячекратно. Давайте научимся чтить права другого человека так же, как мы чтим свои права. Давайте беречь свободу.